Ну что, тренеришка, давай проверим, насколько ты воин. Вот вы меня спрашиваете, правильно я сделал топор или нет. На мой взгляд... Там из-под тяжка меня ударить точно не получится. На мой взгляд, все должно закончиться именно так. Глава Хардкор Файтинг отреагировал на ситуацию вокруг Макса Топора и его тренера и дал свою оценку. После возникшего инцидента между бойцом Максимом Щербаковым и его тренером Альбертом Кармазяном было сказано очень много слов. Более того, топор написал заявление в полицию на своего обидчика, на что крайне негативно отреагировала общественность. А ютуб-канал Спорт24 наконец-таки организовал молодым людям встречу в рамках программы «Хук вам», на которой произошла небольшая потасовка, едва не закончившаяся дракой. А пощечина в исполнении Кармазяна, кажется, до сих пор у меня звенит в ушах. Из хороших новостей. Макс и Альберт дали устное добро на проведение боя и даже провели битву взглядов. Но пока еще неизвестно, по каким правилам они подерутся и на какой площадке. Но думаю, это вопрос времени. А учитывая их историю и ненаигранную вражду, заинтересованных в их поединке, полагаю, будет достаточно. Но как того следовало ожидать, Щербаков предложил Альберту проверить свои силы в привычной ему стихии. Ну что, друзья, я могу сказать? Хайпажор Альберт льет грязь везде и повсюду, где только можно. Не лениться. Я пытался решить этот вопрос цивилизованно, но его крайняя выходка на нашем совместном интервью стала последней каплей. Ну что, тренеришка, давай проверим, насколько ты воин, и выйдем с тобой на голых кулаках. Там из-под тяжка меня ударить точно не получится. И вот один из этих заинтересованных – это Анатолий Сульянов, который высказался о конфликте спортсменов и, в частности, поступка Макса Топора. Имеется в виду обращение в правоохранительные органы. И в то же время он с радостью готов устроить им бой. Куча вопросов от вас поступает по поводу ситуации с Максом Топором и с его тренером. Если вся эта движуха началась в понятийном ключе, в раздевалке, то также понятийно, она должна заканчиваться. Без всяких заявлений, вот вы меня спрашиваете, правильно я сделал Топор или нет. На мой взгляд, нет. Правильно завершить эту тему в октагоне, в ринге, на голых кулаках, на перчатках. К слову, хардкор готов организовать вам этот бой. На мой взгляд, все должно закончиться именно так. Кстати, интересный факт. Google поисковик уже успел обозначить Макса Топора как музыкального исполнителя. Что же касается боя Сульянова с регбистом, предположительно он состоится в октябре на AMC Fight Nights, так как у Анатолия все еще есть незалеченные травмы. Это стало известно по переписке Гаджиева с президентом Хардкор. Также напомню, что Камил Гаджиев удовлетворил требования регбиста и отправил тому эксклюзивный контракт, в котором указано, что Данил проведет бой только с Ульяновым и ни с кем больше. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА. Субтитры добавил DimaTorzok